На календаре пятница, а это значит, что свежая Одинцовская неделя уже приехала в город из типографии. Я, Олеся Лукина, расскажу о самом интересном в номере. Об этой трагедии невозможно молчать. Пятничный вечер обернулся страшным терактом, который не оставил равнодушным всю страну. Рассказываем истории тех, кто 22 марта оказался в Крокус-Сити-Холле. Эти воины отдали самое дорогое, что у них было – жизни. За смелость, отвагу и самоотверженность Ордена Мужества удостойны 8 бойцов, погибших в зоне СВО. Яркие картинки или поучительное содержание – на что бы вы ориентировались при выборе детской книги. Рассказываем интересные факты, когда в библиотеках аншлаг, что сейчас читают дети и читают ли вообще. А еще мы узнали у Одинцовцев, какие книги самые любимые у их детей. Сказки народов мира. Дети мои читали, а внук нет. Категорически против. Я не знаю, как с этим бороться. В данный момент про Элли книжка. Любим книжку про Вельветового кролика на ночь почитать. Стихотворения она любим почитать. Различные. У Илюши есть сказка. У Лукоморья дуб зеленый, он любит наизусть, знает. Все сказки Пушкина он знает. Собрать ребенка первый раз в первый класс – задача не из простых. 1 апреля стартует запись будущих школьников. Почему она проходит в две волны и какие документы – важно не забыть. Выражение «нервные клетки не восстанавливаются» больше не актуально. Аэробика существует и для мозга. Рассказываем, где и когда пройти такие мастер-классы и насколько нейробика актуальна среди горожан. Первый раз слышу. Не знаю. Ну, если бы время было, можно и да. Конечно, да. Если бы еще знали, что это такое, как это происходит, то может быть. Нейробика. Не знаю даже. Аэробика знаю. Эти и другие новости в свежем номере «Одинцовской недели». Бумажный вариант газеты можно взять на наших фирменных стойках, а электронную версию – на сайте. С вами была Олеся Лукина. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...